Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса! Начинается моя следующая вышивальная неделя, уже назовем ее так, по справедливости, по правде. На самом деле это 11 неделя отчетной игры Imaginarium. И я, посмотрев сегодняшнюю карту, сразу узнала, что буду привязывать ее к игрушке-водолейчику от Жар-птицы. Потому что за эту неделю мне нужно вышить его, он двухсторонний вот такой. И на следующей неделе вышивать уже... Я вообще хочу до конца, до конца ноября вышить 3, успеть игрушки. Вот, соответственно, старичков я брать не буду, если только совсем как-то вот просто поковырять вне игры чуть-чуть. Это связано с тем, что я спешу. Карта тоже спешительная такая, пуля, скорость. И начинаю вышивать я вот с чего. Это было за выходные нашито. По этому водолечку будет отдельное видео. Ну что ж, продолжаем. Вне зависимости от того, сколько там ниточек, нам чем больше, тем лучше, чтобы успеть дошить. А что за понедельник? Я даже не знаю, сколько я тут ниточек вышла, но нормально так повышевала. И у меня получается раз, два, три, четыре уже есть знака зодиака. И пятый чуть-чуть проглядывается. Вот, уже можно представить себе весь этот калейдоскоп. И размер его. Творник карта в иммагинариуме. У нас очень такая тоже спешка. Там еще и гиря, это груз ответственности. Ну, в общем, вышивала я вот этот свой шарик водолей. И хочу вам показать, как я без разметки, без зачеркивания схем у меня получается вышивать. То есть, линейку я кладу и по ней ориентируюсь, где я, куда я иду, какие значки вышиваю. То есть, при помощи линейки. И вот сколько отшито у нас. Естественно, я на этом не остановлюсь. Я буду вышивать еще сегодня и вышивать в перерывах между... Хочу суп с фрикадельками приготовить. Давно обещала мужу, он очень любит. Вот, поэтому пойду я готовить. А перед вами я отчиталась. Так что мой вот волшебный вторник вот так выглядит. Сегодня у нас среда и 48-я карта, 5 ниточек. И снова все намекает мне, как бы беги, лети, спеши. Нужно обязательно успеть к Новому году. Еще и тона водолейчика желто-синий. Прям вот самое оно. Так что, да, водолейчика я продолжаю вышивать. И буду его вышивать, даже если будут штрафы. Я уже это говорила. Но приятно все-таки суметь привязать к карте без штрафов. Вот. Так что пошла я с самого утра и буду вышивать. Не буду вам уже показывать, на чем остановилась. Вы прекрасно помните предыдущий кадр. У вас прошла секунда, а у меня пришло уже там сутки, наверное, или не сутки, или меньше, 12 часов. Поэтому было в предыдущем кадре. А то, что будет, уже будет в следующем кадре. Круг замкнулся. Да, круг замкнулся, друзья мои. Мы теперь вот на таком этапе. Это отчет за среду. И что и? Как бы мне не хотелось вышивать другие процессы, но буду вышивать его. Потому что большие планы на конец ноября. Но ближе ко дню рождения уже не будет времени вышивать. Поэтому нужно сейчас. Нужно сейчас стараться и стараться. Так вот. Вот так получается. И это мне напоминает часы из фильма Сгурченко. Помните? Пять минут. Пять минут. Это много или мало? Пять минут. Пять минут. Разобраться, если строго. Даже в эти пять минут можно сделать очень много. А я продолжаю вышивать. И ждем завтрашнюю карту. Четверговая карта. Вообще непонятно, что это. Каменные джунгли. Осьминог такой темно-синий. Палка, палка, курик. Вот ты вышел, человечек. Вот ты вышел, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получил. Вязкий ножик, получил, да, получил. Осьминогик. Причем джунгли не современные, а поросшие лианами. Такой постапокалипсис. И не похоже, чтобы осьминог был злой, загнал вот этого вот человечка. Не, это не человечек, что это с хвостом, крючком. Не похоже, что загнал краю. Похоже, что они дружат. Вот у них там перекур дружеский какой-то, рабочий. У меня, ну, я буду рабочий свой, свой же рабочий процесс вышивать. И вот цветами небо, то есть водолейчика. Буду добивать половинку, ну, пытаться, по крайней мере, чтобы до конца недели за выходные, может быть, лицевую часть вышить, сделать подвиг. Не знаю, как получится. Не буду загадывать. Мой отчет за четверг. Получается, осталось два цвета. В самой вот серединке нежно-голубой и что-то между синим и темно-голубым. Вот такая вот история. Я уже рассказывала, как закрепляю нитки удивительным способом. Там они по диагонали просто перевиты и закроются крестиками. Не получается, что с этой конвой, с этой конкретно конвой, что-то не так. Не могу просунуть даже иглу сзади. Вот, подозреваю, что, может быть, неправильно выбрала лицевую, там, сторону. В общем, учиться, учиться, еще раз учиться. Поэтому, поэтому, до завтра. И да, это не будет самым скучным отчетом, потому что сейчас в конце вы увидите все наши финиши, которые случились с момента начала игры. Поэтому вот так. Пока не знаю, как я их покажу. Может быть, в виде презентации. Может быть, что-то и расскажу. В общем, поживем, увидим. До завтра. И вот пришло время отчета нашего. 50-я карта уже закончена, вышита. Мы сейчас находимся в группе «Сказочный лес». Творчество в чистом виде. Я приглашаю сюда к лужам, если к лужам не меня смотрят. Потому что как-то даже стыдно. Все собираются во всех городах, общаются, показывают, вышивки делятся друг с другом. А мы ничего-то как-то вообще никак не знакомы и не общаемся. Вот здесь у нас беседка. И здесь фотографии. Фотографии еще можно найти чуть ниже. Альбом. Ссылка на альбом. В беседке мы пишем свои ассоциации по карте. Ну и свои продвижения. Возвращаемся в фотографии. И здесь можно зайти. И там. Просто там дальше. Вот. Придется разворачивать. И вот он, альбом по иммагинариуму. Ну давайте начну по порядку. Вот. С этого лиса китайского. Это моя первая покупка с сайта Алиэкспресс. 44 цвета. Наборы с синей обложкой. Но нейм. Там в принципе кросс-стич кит. Я не знаю, фирма не фирма это или что. Это чужой отшив лиса, который меня и вдохновил снова взяться за работу. Но что-то мне подсказывает, что это совсем не то, что я хочу. Ну не то, что я купила. В общем-то. Потому что где-то у меня есть тот отшив, после которого я не захотела больше вышивать. С чего я начала? Вот отсюда в принципе вышивала парковкой. Шла снизу вверх. И все бы ничего. Но очень много ниток из этого лиса использовала в других каких-то проектах. Поэтому парковкой, я думаю, на большой расход ниток не хватит. И я вот это сейчас все убираю. Эту бухрому зашиваю. И дальше уже пойду как попало. Как по цветам. Как привыкла, а не как попало. Так. Дальше. Дальше набор с рынка Думенческого. Он продавался совершенно без схемы, без опознавательных знаков. Я сто раз тоже про него писала. В конце прошлого года есть видео. Ну какие-то мои антирейтинг мой. И он там есть подробный рассказ про этот набор. 40 на 50, как вы видите. Я вышивала его в 3 ниточки. Но сейчас забыла. Она в какой-то момент и вышивала в 2. Делала себе делов. Ну на вид 11 каунт. Ничего не написано вообще. Я думаю, да, тоже Китай. Было, стало. Ага. Крылышко отшито. Личик еще не вышит. И там есть бэкстич. Надо фотографировать. У меня где-то есть фотографии. Ну в общем, потихонечку отшивается. И меня это радует, что не лежит. Так. Дальше. Дальше. Аисты. Золотое руно. Это тоже мой проект. Недавно его начала. Очень хочу. Конва 16 каунт. Свайгард. Но очень удобная. Какая-то она вообще 16-й, но не 16-й. По сравнению с лисой. И конвой в наборе от фирмы Алиса. Вот эта конва как-то лучше и быстрее все идет. И интереснее вышивается. Ну в принципе здесь все сказано, что какая-то такая информация. Аисты на крыше название по мотивам картины Бессонного. Размер у нас какой? 24. А. 24 или 34? 24 на 29,7. Чуть больше, чем альбомный лист получится. 39 цветов. Дальше идем. Это Джой Сандэй. Всем известный, знаменитый Джой Сандэй. Размеры внушительные. 35 на 44 сантиметра. 14 каунт. Рекомендовано вышивать в две нити. Я вышиваю в две. Очень намешано цветов. Это будет... Это планировалось как самый долгоиграющий процесс. Потому что я... Очень много одиночек. Но как и в оригинале. Я его беру только тогда, когда куда-то еду. На природу или к родителям. То есть это дорожный процесс. А езжу я с возможностью вышивать редко. Поэтому это будет самый долгий мой проект. И вот он, финиш, который случился. Есть вот такое видео, превью. То есть вот так выглядит превью. Poppy Fox от Amishop. Вышивка. Вы можете найти видео по подробному отшиву. Плюс еще в каждых недельках вышивального иммажинариума есть мои эмоции, есть мои чувства. Все, что душе угодно. Это фирма Amishop. Тоже Алиэкспресс. Заказ оттуда. Гитайский набор. 18-й каунт. Ну, я не знаю, что сказать. Мне очень понравилось. Жалко, что вот этих брызгов нет, которые вокруг лиса. Далее идем. Это уже Ливи. Вторая участница иммажинариума. Наволочка на подушку она шьет. Мне очень нравится ее вкус. Я прям очень прям вот как она подбирает себе вышивки. У меня такого вкуса нет. Очень тонкие работы. Изящные, красивые. Ну, невозможно. Здесь параметры такие. Размер готового изделия будет 30 на 35 примерно. 12 цветов. Ну, это немного, кстати. Вышивается на 16-й Аиде. Ничего себе. Я видела наволочки на подушке. Вышивают вообще даже не на 11-й, на 10-й Аиде. Что прям аж в 4 нитки. Что издалека видно было. А тут 16-й Аиде. Это тончайшая работа. Еще одна порция моих восхищений Лилии. Это очень круто. Схема от волшебной страны по мотивам художника викторианской эпохи Уильяма Морриса. Листья аконита. Помните, да, аконит? Волчья трава или что-то такое есть. Я по ужастикам знаю только. Не такой уж я ботаник. Ну, а техника вышивки только крест в две нити. Перенабор Ирины Беляевой. Это для тех, кто заинтересуется нашими сюжетами, чтобы вы знали, откуда мы что брали. Так, второе. Это тоже Лилии. Набор фирмы Овин. Новогоднее настроение. Единственная тут была замена канвы. На 32-я Мурана с люрексом. И вот, несмотря на то, что Лилии здесь пишет, что идет очень тяжело, но вы бы видели по вот форуму нашему, нашей беседке. Вы можете посмотреть всегда. Как-то нормально. Крестики прибавляются нормально. Я бы сказала, что скорость достойная. Размер 18 на 25 сантиметров. 20 чистых цветов и 7-8 блендов. Техника крест, полукрест, бэкстич. Я не знаю, можно ли как-то увеличить. Раньше можно было увеличить. Очень хочется рассмотреть детали. Здесь бэкстич, по-моему, белый есть. Я прям неровно дышу к нему. Мне очень нравится. Я прям... Там, где открыть оригинал, там можно увеличить. Здесь вроде нет. Или мне не дает. А вот открыть оригинал. Нет. Только так. Далее. Тоже такая интересная работа. Лилия, а ты гувернер. Размер 15 на 15. Вышивается на 16-й аиде. В технике крест, в две нити и бэк. 46 цветов. Казалось бы, что тут такого? Ну, 46 цветов. Представляете, какая будет детализация, прорисовка. Невозможно. Я вот... Ну, для меня это, конечно, это высота. Я восхищаюсь участницами нашего. Нашего, потому что вот получается, эту игру мы тянем с Лилией вдвоем. Она мне помогает. Она мне пишет в личку сообщение, что ты там-то ошиблась, там-то неправильно. Лучше так, удобнее так для всех сделать. Опыта у меня мало. Я очень благодарна Лилии. Она первая предложила, кстати, выбрать победителя. Ну, как и во всех играх, логично выбрать победителя. И подарить ему подарок. То есть она, по сути, спонсор этой игры. Она хочет вручить подарок человеку, который больше всех там финишей сделает. Ну, у нас нет такого прям... Каждый бы выбрал для себя первые три места. Может быть, одно место там. Кого-то выберет Лилией, кого-то выберу я. Я тоже подарок подарю. Поэтому приходите к нам в игру. И еще раз... Это не лишний раз, а запасной. Я хочу сказать Лилие огромное спасибо за помощь и поддержку. Если бы не ты, я бы не справилась. А пока мы играем с ней... Ну, не вдвоем. У нас есть еще одна участница, но она пока куда-то пропала. Может быть, она в отпуске. Но мы строго не относимся пока к участникам. Поэтому не очень требовательные мы. Далее тоже Лилии. Декоративная подушечка в технике Барджелла. Я не знаю пока, что это за техника. Я не изучала, как много нам открытий чутных готовит просвещение дух. Размер 15 на 30 сантиметров. Пять цветов всего вышивается в три нити стежками Барджелла. Схема из интернета. Ну, нет слов. Конечно, по сравнению с вот этим рисунком, гораздо больше сейчас отшито. Это тоже можно видеть в беседке нашей. У меня, получается, шестым по счету процессом идет новогодний проект мой. И уже случилось 10 финишей. Я уже буду делать новое превью. Сюда выкладывать. И вышивать уже. Заново отсчет вести. А что здесь? Что здесь? Здесь, получается, шестым моим процессом будут елочные игрушки. Их планирую вышивать до самого Нового года. По очереди. Даже вне очереди, чтобы успеть. Здесь я вышивала. Начинала вышивать мишку в свитере. Даже в тон у меня были штаны. Так. Финиши я снимала. Видео с финишами. Поэтому сюда финиши не выкладывала. Потом у меня была лисичка в домике. Зайка в домике. Дед Мороз со снегурочкой. Это все вот превью. Вы можете это все на канале уже посмотреть. Рассмотреть. Щелкунчик здесь был. Всякие лисички были. Тоже уже есть на канале. А вот это не считается. Я ее не засчитывала. Она была вне. Это выходные снята вне Маджина Рюма. Я не знаю, зачем я сюда выложила. И вот такой мишка. Второй уже белый мишка. Хотела я сначала елку в белых тонах сделать. Но потом почему-то передумала. Так вот здесь 10 финишей. У меня вот такая лисичка замечательная. Одна уже вот эта подарена уже. Уже задник приклеен. А вот он мишка в свитере. Как раз на большом мишке сидит. Вот такая красота. Его я заканчивала в доменчах. И вот можно посмотреть финиш зайки в домике лисоньки. Я делала сказку, кстати. Можете посмотреть видео, где у лисички избушка ледяная, а у зайки лубяная. Ну и в общем, как они там устраивали разборки. Итого 10 финишей к 50 по счету карте. Далее я совсем забыла про еще один свой проект. Это синие коты. Это тоже 20 на 16 сантиметров. МП студия. Тут 18-я гамма канва. Или... да, да. Цветная схема. Мулине гамма. Не ПМК, амини Кирова. Вот. В принципе, тоже, да, информацию... Оно у меня очень медленно идет, потому что много блендов. 18-й каунт. Тот, где лиса 18-й каунт, очень быстро отшился, потому что совсем нет блендов. А здесь все-таки тормозится. Но на таком, на хорошем этапе у меня эта вышивка беседки видно. И вот мы выходим к нашей третьей участнице. И у нее было заявлено раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять проектов. Но пока что-то как-то с отчетами нет. Мы похвалили с Лилией. И все. Ну, надеемся, что она к нам вернется. Еще финиши. Финиш у Лилии уже случился. Это пластиковая канва, платье. Я просто впервые от нее узнала, что вот такое существует. Это невероятно. До чего дошел прогресс у вышивальщиц. Такую красоту мы, оказывается, имеем возможность делать, творить. Кукла. Представляете, к этому платью есть настоящая кукла. В нее можно по-настоящему играть. Да просто счастливчики наши дети, что имеют возможность вот так играть. Такие игрушки, которые можно сделать своими руками. Сейчас куколку купила давно, Лилии. Участвовала в совместном отшиве. Вот как выглядит кукла. Ну, вы посмотрите, какая это красота. Мутница и красавица. И еще и игольница. Прямо вот насмотреться невозможно. Если бы я была ребенком, я бы ее раскрасила. И вот полная коллекция платьев, которые для куколки. Представляете, еще можно и платьишки менять. Ну, просто красота. Я сразу смотрю, какие бы были у меня любимые платья. Я не знаю. Это вот девочковость проявляется. Вот это очень красиво. И вот это очень красиво. Мне нравятся темные почему-то платьишки. Так, далее. Далее. Финиш вот так выглядит. Ну, это вообще. Совсем с превью не сравнится. Здесь ярче, четче, лучше и гармоничнее как-то. Вот превью и... В общем. Размер 10 на 8 сантиметров. Примерно 20 цветов. Техника крест и бэкстич. Я очень рада победе Лили. И вот ее финишом. Просто радуюсь больше, чем своим. Потому что это круто. Далее идет духи из одуванчиков. Это процесс, на котором она работает. Авторская схема. Размер 18 на 18. Вышивала на равномерке 25-го каунта. Техника крест, полукрест, бэк. Автор схемы Наталья Олейник. Красиво. И вы бы видели вот в беседке. Опять же, вы можете посмотреть отшивы по этой работе. Ладно, вот эти желтые одуванчики. Это ладно. Но вот эти. Как? Как она смогла дизайнер так передать их такими воздушными? Как будто они прям вот готовы сорваться. Малейшее вот дыхание. Вышивальщицы. Пока ты вышиваешь, тогда ты работай. И все. Они сорвутся и улетят. Как положено. Истинным белым одуванчиком. Я не понимаю, как так можно. Но очень красиво. Прекрасно. И вот скоро и скоро скоро будет этот финиш. Это будет метрика у Лили. Размеры 18 на 20 сантиметров. Схема от волшебной стороны. Вышивается на равномерке. Беретни 28 каунта. 20 цветов. Техника крест и бэк. Перенабор Ирины Беляевой. Ждем с нетерпением этого финиша. Потому что он прекрасен. Просто в беседке видно, как он отшивается. Совершенно будет отличаться от превью. Я не знаю, как это так происходит по цветам. Но он невозможно прекрасен. Следующая. Традиционный подсвечник минора. Могу неправильное ударение ставить. Вышивалась на линзе 27 каунта. Схема от Сатсума Стрит. 15 цветов, включая металлик. И вот он, как выглядит финиш. Вы только посмотрите. Это нереальная красота уже в рамке. Ну, мне нечего сказать. Это ценители. Ценители оценят и дадут свои характеристики, конечно. Цветная канва еще, к тому же, это прекрасно. Ну, и вот представьте превью. И то, что получается. Красиво. Очень. Далее тоже финиш. Это такой веер. Называется феерия веера. Совместный отшив на пластиковый конве. Схема выдана мне, как участнику совместного отшива. Это я читаю, это Лили писала. Размер 13 на 7 сантиметров. Примерно 20 цветов. Похоже на Японию, Китай. Вот что-то такое. Горы. И вот очень, очень красиво. Для тех, кто любит такие прикладные вещи. Я не знаю, куда можно использовать. Но очень красиво. Далее. Гранатовый квакер. Вот. Есть у нас и такое. За всю, кстати, изящность и тонкость и произведение искусства у нас отвечает Лили у нее. Потому что такие красивые работы. Гранатовый квакер. Схема от Савиного леса. Пять цветов. Вышивается на муране с розовыми брызгами. 32 каунта. Размер 25 на 35 сантиметров. Очень красиво. Что не так? Это, наверное, принт-скрин. И вот эта вот штучка. Вот 19 из 19. Все. Вот 19 фотографий. 19 процессов. Ну, не 19. Вот это минус. И здесь больше. Поэтому. Если вы все-таки решитесь, то приходите к нам. В группу. И давайте вместе вышивать. Вот. Хотела показать. Как раз за один вечер она раз. И маханула еще таких. И остается только заполнять. Внутренности. Ну, это же классно. Здесь мы общаемся. Задаем друг другу вопросы. Которые нас волнуют. Делимся красотой. И вообще наслаждаемся. Вот просто. Понимаете? Какая это. Красота. Вот то, про что она говорила. Что тяжело идет. Не знаю. Мне кажется, нормально. Особенно, если ближе к концу посмотреть. И вот на какой. На каком этапе. Замечательный слоник. И какие цвета. Как все прекрасно. Такой отчет у меня получился. Надеюсь, после него я вас заинтриговала. И вы решитесь присоединиться к нашей игре. Тем более, подарков уже будет два. И мы постараемся, чтобы они достались разным людям. Ну, а если мы останемся вдвоем, то не знаю. Друг другу, может быть. Я уже знаю, что Лили подарите, кстати. Вот. Поэтому присоединяйтесь к нам. Мы вас всех очень рады видеть. И кому это было интересно, ставьте лайк, как говорится. Давайте дальше играть вместе. Вот мой отчет за пятницу. Я очень рада, что удалось отшить половину. Ровно 50% изделия. Но это не считая бэкстича, конечно. И ниточек еще очень много. Я приступаю вот прямо сейчас, в пятницу, уже к следующей половинке. Но вы это увидите уже, наверное, в понедельник или на следующей неделе. Вот такая у меня счастье и радость. Половина водолейчика готова. Спасибо всем за поддержку. Спасибо всем за комментарии. Это очень приятно. И с вами была Леся из Сказочного леса. Всем добра и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok